Автоматическое повторное включение Автоматическое повторное включение Как мы останавливались раньше Работает совместно с какой-либо защитой В нашем случае АПВ работает совместно с максимальной токовой защитой Максимальная токовая защита состоит из трансформаторов тока Токовых реле и логических цепей Которые мы изучали с вами ранее При возникновении короткого замыкания Происходит увеличение тока И срабатывает максимальная токовая защита Для того, чтобы изучить схему Необходимо вспомнить Что все элементы схемы вычерчиваются в положении Когда коммутационные аппараты отключены Отсутствует напряжение, а значит не проходят токи Для того, чтобы прочитать схему Необходимо мысленно подать напряжение И определиться с включенными аппаратами В нашем случае мы должны включить АПВ в работу После включения АПВ замыкаются контакты В некоторых секциях пакетного выключателя В данном случае СА1 Подается напряжение И происходит заряд конденсаторов Через резисторы Р1 и Р2 Время заряда конденсаторов Напоминаю, это время ТАПВ-1 Время запрета АПВ Для того, чтобы приступить к работе Мы должны вернуться в нашу схему При возникновении ГРЗ короткого замыкания Увеличивается ток во вторичных цепях Трансформаторов тока и реле Замыкаются контакты КА1-1, КА2-1 Запитывается реле времени Реле времени с выдержкой времени Замыкает свой контакт КТ-2-1 Обращаю ваше внимание Максимальная токовая защита Будет работать с выдержкой времени Только первый раз То есть АПВ первого цикла Второго и последующих циклов АПВ будет работать совместно с МТЗ С ускорением Для этого предусмотрена специальная цепь Которую мы рассмотрим с вами позже Итак, у нас сработало реле времени Которая замкнула свой контакт После чего происходит отключение силового выключателя Максимальной токовой защитой И происходит в этот момент пуск АПВ АПВ запускается контактом КАКЮ Т1-1 Который расположен в реле положения силового выключателя Контакт замкнулся И запитывается реле времени Которое расположено непосредственно В автоматическом повторном включении С выдержкой времени Это выдержка времени ТАПВ Задыкается контакт КАКТ2-1 Давайте посмотрим еще раз Это контакт проскальзывающий Обратите внимание Имеется черточка И по цепи происходит разряд конденсатора Происходит разряд конденсатора В это время запитывается реле КАКЛ-1 Которое замыкает свой же контакт КАКЛ-1-1 И запитывает свою же токовую обмотку КАКЛ-1 После чего дается команда на включение Контакт КАКЛ-1-1 будет замкнут до тех пор Пока не произойдет включение силового выключателя И отключение обмотки КАКЛ-1 Осуществится только после того Когда силовой выключатель будет включен И его контакт положения Обесточит вот эту цепь Которая в данном случае не показана Итак Мы видели Что была дана команда На включение силового выключателя Но В данном случае Происходит подготовка цепи на УДЗ То есть на ускорение действия защиты Как вы видите На схеме написано Что контакт Или сигнал приходит Из схемы АПВ В данном случае Мы вернулись В цепи логической части Максимальной токовой защиты Итак Запитывается реле КАКЛ-3 А это реле с выдержкой времени При возврате Итак Замыкается контакт КАКЛ-3-1 Работающий с выдержкой времени При возврате Это необходимо для того Чтобы обеспечить однократность Действия максимальной токовой защиты С ускорением После неуспешного АПВ Таким образом Цель ускорения действия защиты После неуспешного АПВ У нас подготовлена В данный момент Произойдет включение Силового выключателя Как мы помним Команда поступила Из автоматического повторного включения Силовой выключатель включен И в данном случае У нас могут произойти Два варианта Развития событий Успешное АПВ То есть Короткое замыкание Самоустранилось И силовой выключатель Будет включен Потребители Потребители получают Электрическую энергию А также Неуспешное АПВ То есть Короткое замыкание Не самоустранилось И в этом случае АПВ Будет работать По второму цифру Напоминаю Что АПВ Силе РПВ 258 Которое мы с вами В данный момент Изучаем Двукратного действия А следовательно Может дать команду На включение Силового выключателя Два раза Рассмотрим действия АПВ После первого цикла Успешное В этом случае Силовой выключатель Остается включен Но мы помним Что В схеме АПВ У нас произошел Разряд конденсатора С1 А следовательно Конденсатор Необходимо зарядить Происходит Зарядка Конденсатора С1 Это Время Запрета Время ТАПВ 2 Которое У нас Осуществляется За счет Времени Зарядки Или РЦ Цепочки Заряда Конденсатора С1 Время Длится От 1 До 2 Минут В зависимости От настройки Автоматического Повторного Включения После того Когда Конденсатор Заряжен АПВ Готово К работе Дальнейших Циклах Вернемся К нашим Возможным Вариантам Мы рассмотрели С вами Успешное АПВ После Первого Цикла Но АПВ Может быть Неуспешное А значит В нашем Случае Короткое Замыкание Не самоустранилось Следовательно Произойдет Отключение Силового Выключателя С помощью Максимальной Токовой Защиты Токовые Реле Сработали Замкнули Свои Контакты Запиталось Реле КТ Но Мы Помним Что Реле АПВ Подготовила Цепь Ускорения Действия Защиты И В данный Момент Контакт КЛ3-1 Замкнут Замкнут Он потому Что Реле КЛ3 Работает С выдержкой Времени При возврате А значит Даже если Реле КЛ3 Обесточилось Реле Держит Свой Якорь И Контакт КЛ3 Создает Цепь На Ускорение Действия Защиты После Неуспешного АПВ После Срабатывания Реле КТ2 Без Выдержки Времени Замкнется Контакт КТ2 2 А Следовательно Отключение Силового Выключателя Будет Осуществляться Без Выдержки Времени Потому что Выдержка Времени В данном Случае Не требуется Максимальная Токовая Защита Уже Знает На какой Силовой Выключатель Воздействовать Поэтому Запитывается Цепь Промежуточного Реле КЛ2 Которая В свою Очередь Даст Команду На Отключение Силового Выключателя С помощью Электромагнита Отключение УАТ1 Без Всякой Выдержки Времени То есть Ускорение Итак Произошло Отключение Силового Выключателя Без Выдержки Времени И Мы Пошли На второй Цикл После Неуспешного АПВ Но мы Уже Помним Что Конденсатор С1 Развяжен Потому что По первому Циклу АПВ Уже Срабатывало Поэтому После Пуска АПВ Запитывается Реле КТ1 То есть Реле Времени Замыкает Свой Контакт КТ1 2 Но этот Контакт Проскальзывающий А Следовательно Давайте Вернемся Назад Контакт Проскальзывающий А следовательно Будет Запитана Цепочка Разряда Конденсатора С2 Который На данный момент Находится В заряженном Состоянии С помощью Энергии Конденсатора С2 Сработает Реле КЛ1 Которая Замкнет Свой Контакт КЛ1 1 И запитает Свою же Токовую Обмотку КЛ1 Будет Дана Команда На Включение Выключателя По Второму Циклу Дальнейшие Действия АПВ Аналогичны Итак В данный Момент Как и В предыдущем Случае Но уже По второму Циклу Произойдет Подготовка Цепи Ускорения Действия Защиты После Неуспешного АПВ Второго Цикла Итак Как и В предыдущем Случае Подготовлена Цепь Ускорения Действия Защиты После Неуспешного АПВ Таким Образом Силовой Выключатель Включен Но Возможны Варианты Развития Событий АПВ Опять же Может быть Успешное Или Неуспешное Но в нашем Случае Два Цикла Уже Пройдено Следовательно Конденсаторы АПВ Разряжены А значит Если АПВ Успешное Происходит Зарядка Обоих Конденсаторов Конденсаторов Ц1 И Ц2 Время Заряда Конденсатора Это Время Запрета АПВ А значит АПВ Не сможет Сработать Пока Конденсаторы Ц1 И Ц2 Не будут Заряжены После Зарядки Конденсаторов АПВ Заново Готово К работе Если АПВ Неуспешное В этом Случае Короткое Замыкание Не самоустранилось А значит Токи Короткого Замыкания Воздействуют На электроустановку И Срабатывают Токовые Реле Которые Как и в Предыдущих Случаах Замкнут Свои Контакты Запитают Реле Времени Которые С ускорением Как и в Предыдущий Раз Выполнит Отключение Силового Выключателя Силовой Выключатель Будет Отключен При запуске АПВ С помощью Контакта ККТ И Запуске Реле КТ При Замыкании Контактов КТ1-2 И Контактов КТ1-3 Цепь Даже После Замыкания Не сможет Запитать Реле КЛ-1 Потому что Конденсаторы Разряжены И Энергии Нет В этом Случае После Неуспешного АПВ Потребители Остаются Без Электрической Энергии Таким Образом Мы с Вами Рассмотрели Схему Действия Двухкратного АПВ С Реле РПВ 258 Но Есть Некоторые Нюансы При Отключении АПВ Как мы знаем При Выводе Электрооборудования В ремонт Необходимо Соблюдать Все Правила Охраны Труда И Электробезопасности Для того Чтобы Наряду С другими Требованиями Надежно Выполнить Отключение АПВ Необходимо Произвести Следующее Действие Для того Чтобы Отключить АПВ И Не дать Возможность Автоматики Включить Силовой Выключатель Мы Должны Перевести Пакетный Переключатель В положение Запрет В этом Случае Как мы Видим Замыкаются Контакты СА1 Второй Секции СА1 Третьей Секции И Происходит Разрядка Конденсаторов Через Резисторы Р3 И Р4 Разрядка Конденсаторов Производится Достаточно Быстро За 2-3 Секунды После Чего Можно Выполнить Дальнейшее Действие Потому что Резисторы Р3 И Р4 Низко Омные Дальше После Разрядки Конденсаторов Мы Должны Установить Накладку СХ1 То есть Создать Видимое Замыкание Для Возможности Дальнейшей Разрядки Резисторов Р4 И Р3 А Также Снять Накладку СХ2 Для Того Чтобы Создать Видимый Разрыв И Невозможности Подачи Команды На Включение Силового Выключателя УАЦ1 Таким Образом При Выполнении Этих Действий Команда На Включение Силового Выключателя Невозможно После Чего Мы Должны Перевести Пакетный Переключатель В положение Отключения АПВ Только После Этих Действий Мы Можем Приступить К Дальнейшей Работе По Ремонту Силового Электрического Оборудования Итак Уважаемые Усящиеся Мы С вами Рассмотрели Тему Схемы Автоматического Повторного Включения На Примере Схемы Максимальной Токовой Защиты Работающей Совместно С Реле РПВ 258 Успехов В изучении Темы Редактор субтитров Продолжение следует...